Сегодняшняя лекция будет построена таким образом, не для того, чтобы вас научить чему-то и показать, какие мы молодцы, кто что может делать, а рассказать о том, что такое ветеринарная стоматология, что можно делать, что может увидеть врач общего приема именно стоматологических пациентов, для того, чтобы направить к узкому специалисту, который имеет необходимое оборудование, и что вы можете сделать на общем приеме, не имея специального оборудования. Также будет много вопросов, посвященных рентгеновским исследованиям, даже не имея дентального рентгена, каким образом это можно произвести. Будет несколько тем и понятий о каудальных стоматитах кошек, которые ежедневно встречаются в нашей ветеринарной практике, ну и много-много различных клинических случаев. К сожалению, у нас сегодня будет всего лишь только 3 часа, за 3 часа осветить все темы просто невозможно. Можно говорить о теме экстракция временных зубов, удаление молочных зубов, об этом можно говорить целый день, и, соответственно, если вам будет что-то интересное, какая-то тема будет наиболее вам нужна, мы сможем в дальнейшем осветить это более подробно. Итак, ветеринарная стоматология. Сегодняшняя информация предназначена для ветеринарных врачей, ведущих практический прием, всех ветеринарных клиниках, кабинетах, амбулаторных кабинетах, для врачей общей практики и узкой специальности. Ветеринарная стоматология – это достаточно обширная наука, обширное направление, которое необходимо знать каждому ветеринарному врачу. Стоматология относится к хирургии, это часть хирургии. Для понимания стоматологии в первую очередь необходимо знать анатомические особенности зубов, их физиологию и рентгенологию зубочелюстной системы. Каждый зуб – это орган, и, соответственно, нам необходимо подходить к каждому зубу индивидуально. Это касается собак, кошек, грызунов, зайцеобразных и всех-всех остальных экзотических животных. Также необходимо знать правила работы со стоматологическим оборудованием и инструментами, потому что каждый инструмент предназначен для определенного действия, и ножницами нельзя закрутить гвозди, которые раскрутился под столом. Существуют ножницы специальные для десны, а существуют ножницы специальные для нитки. И для того, чтобы мы сохранили данные инструменты на много-много лет, необходимо знать правила работы с ними, а также их точные названия. Обязательные анестезиологические схемы, потому что все стоматологические процедуры выполняются строго в условиях общей анестезии. Не седации, а именно общей глубокой анестезии. Это обеспечивает не только неподвижность пациента, которая обеспечит вашу же безопасность, это позволит вам провести качественное, хорошее, нормальное обследование, и после чего уже провести корректное лечение. Различные патологические процессы в ротовой полости также необходимо знать, для того чтобы правильно поставить диагноз, ну и, соответственно, правильно провести дальнейшее лечение. Основы работы стоматологической лаборатории подразумевают очень много направлений. Мы не можем, к сожалению, изготавливать металлические коронки или различные ортодонтические аппараты. Этим должны заниматься люди, специально обученные этому, врачи, техники, которые работают в данных лабораториях. Для этого необходимо иметь некий контракт или договоренность для того, чтобы вы работали в паре. Потому что, к сожалению, не каждый зубной техник может согласиться работать с вами. Как правило, люди, которые не имеют отношения к ветеринарии, они думают, что бешенство находится в слюне, и все слепки, которые вы им можете принести, они заразятся этим бешенством. То есть, соответственно, у нас полностью отсутствует информация и у обычных людей, и даже у медиков, которые знают и должны хотя бы знать, что это такое. Помимо всего вышесказанного, предыдущего сказанного, необходим курс подготовки специалиста. К сожалению, в ветеринарных вузах, любых учебных учреждениях, техникумах, колледжах и так далее не преподается курс стоматологии в том объеме, который необходим врачу амбулаторного приема, не говоря уже о враче узкой специализации. Для этого существуют специальные школы и учебные заведения после вузовской подготовки, которые могут помочь вам в получении навыков и дополнительных знаний именно в узкой специализации, не только стоматологии, но и различных других направлений ветеринарии. Стоматология очень тесно связана с хирургией, анестезиологией и рентгенологией, травматологией, иммунологией, вирусологией, внутренней незаразной болезни, токсикологией, инфекционной заболевания и неонатологией. Вот это вот все понятно. А при чем здесь неонатология? Можно добавить акушерство и гинекология, но там-то зубов нет, что мы будем лечить и что исследовать? Мать. Но у матери есть зубы, да, а при чем здесь неонатология? Это можно связать с каким-то обменом веществ, например, с наследственностью, генетикой и так далее. А какие? Зачатки постоянных зубов. Ну да, это относится, но мы должны их посмотреть на рентгеновском снимке. Мы их не сможем увидеть в зачатке. И щенки, и котята рождаются без зубов. Что там лечить? Какая? Да, волчья пасть, но правильнее расщелина нёба. И зачья губа, расщелина носа. Не бывает расщепления нёба, это некорректное название, бывает расщепление белков, но у нёба бывает расщелина. То есть, соответственно, игра слов, она и говорит об уровне врача, о его компетентности. Стоматология – это чистка зубов? В том числе, это первые, это основы. Стоматология бывает детская, косметическая, терапевтическая, восстановительная, профилактика, продонтология, эндодонтия, ортодонтия, ортопедия, имплантология, хирургия и эстетика. Это каждое направление требует определённых вложений, определённых знаний и навыков. Соответственно, стоматология – это не только чистка зубов. Чистка зубов – это подготовка операционного поля к вашим дальнейшим действиям. Когда делается абдоминальная какая-то хирургия, убирается шерсть, далее готовится операционное поле и только после этого делается разрез. Соответственно, перед тем, как провести удаление зуба, необходимо подготовить операционное поле и убрать весь камень зубной и налёт, и всю инфекцию изо рта, и только потом проводить хирургическую манипуляцию. Анатомия различна. К этому относятся брахицефалы, мезоцефалы, долихоцефалы, кошки, собаки. Соответственно, у них точно так же кролики, кстати, тоже бывают долихомезоиды и брахицефалами. Соответственно, обязательно анатомия. Брахицефалы – это самые ненормальные собаки, но самые нормальные для ветеринарного врача, потому что они имеют кучу патологий. То есть если это брахицефал, соответственно, мы найдём у него очень много различных патологий, не только зубочелюстной системы. Это короткая морда, значительные массивные зубы, которые просто не помещаются в ротовой полости. И от этого могут идти дальнейшие большие проблемы. Мезоцефалы – нормальные собаки. У них средняя голова. Ну и, как правило, не так много проблем, как это многим видится. Маленькая просьба, пожалуйста, не делайте фотографии, делается видеозапись, и она будет выложена на сайте, потому что отвлекает. Либо вспышку выключайте и звук. Долихоцефалы имеют длинный чип и значительное расстояние между зубами. Соответственно, проблемы дополнительные могут быть после осмотра того полости, особенно после рентгеновского исследования. Мы не будем сейчас более подробно останавливаться на каждом отверстии, на каждой ямке, выемке и так далее. Те, кто соберется заниматься стоматологией очень плотно и делать не только стоматологию, но и челюстно-лицевую хирургию, а также работа с головой и шеей, что относится к стоматологическим процедурам, необходимо будет знать все отверстия для того, чтобы понимать, откуда выходят, куда входят нервы, сосуды, артерии и так далее. То есть знание иннервации в том числе. Слюны и железы. Воспаление слюной и железы точно так же относится к стоматологической процедуре. Их удаление проводит хирург, хирург-стоматолог. Иннервация зубов крайне важна, потому что нужно знать, в какое отверстие ввести анестетик для обезболивания. Потому что обездвиживание пациента не говорит о том, что он обезболен полностью. Если животное подключено к монитору, то мы можем видеть, как именно он обезболен или не обезболен. То есть мы можем следить за жизненно важными функциями. И кровоснабжение зубов точно так же крайне важно, чтобы знать, где можно резать, где нельзя резать. А если уже разрезали, то что делать? Спасать или уже всё? То есть, соответственно, и сонная артерия при работе со слюными железами. Это всё очень важно. Самые часто воспаляемые железы, которые имеют больше проблем, это подъязычные. Самая-самая частая патология. В данной ситуации нам необходимо проводить всего лишь марсупилизацию, раскрытие краёв раны для того, чтобы ничего там больше не собиралось. Если вдруг по какой-то причине продолжается образование, нам необходимо проверить на наличие слюных камней, то есть слюнокаменная болезнь, либо удалить ту железу, которая явилась причиной данной патологии. Ротовая полость – это слизистая оболочка, десна, твёрдое нёбо, язык и зубы. Это всё относится к стоматологическим, как говорится, именно к стоматологии. Вот эта слизистая оболочка, она идёт до слизисто-десневого соединения. Соответственно, воспаление слизистой оболочки никак не может быть связано с десной. Они могут быть абсолютно разными, и лечатся они абсолютно по-разному. Особенно это касается кошек и собак с контактными стоматитами. Наверняка вы видели, при подъёме губы у собак в области клыка есть некие красные такие воспаления. Это называется контактный стоматит. Дальше я смогу показать вам картинку, чтобы вы могли понимать, что такое контактный стоматит. Вы знаете, что это воспаление, но что это именно так называется. То есть, соответственно, когда знаем диагноз, мы можем найти правильное лечение данной патологии. Язык и зубы. Самые частые наши пациенты – это собаки и кошки. Соответственно, им мы будем уделять большее время, чем грызунам и зайцеобразным, и различным другим экзотическим животным. Вообще все животные имеют стоматологические болезни, кроме муравьеда, потому что у муравьеда зубов нет. Все остальные, если вы ничего не нашли, значит, вы плохо искали. Ищите еще раз. Но не все патологии должны лечиться. То есть, соответственно, те же самые брахицефалы могут иметь патологии, с которыми можно жить всю жизнь. Верхней челюсти не бывает. Нижней челюсти тоже не бывает. Что это за животное? Он почти всю свою жизнь проводит вниз головой. Соответственно, его верхняя челюсть оказывается нижней. А нижняя – верхней. Так какую челюсть мы будем лечить? Которая болит. Какая болит, верхняя или нижняя? Поэтому для лучшего понимания это будет максила – верхняя челюсть, и мандибула – нижняя челюсть. Но чтобы не было путаниц, я буду периодически говорить и максила, и мандибула, и нижняя челюсть, и верхняя челюсть. Временные, постоянные, резцы, клыки, премоляры и маляры. Я забыла молочные зубы. Почему? Иначе были бы молочные, шоколадные, мармеладные и так далее. Бывают временные, бывают постоянные зубы. Также не бывает окрайков, или как их называют еще, трелистники, зацепы, да. Ну, кто-то зацепами называет резцы, кто-то зацепами, что клык. И мне иногда доказывают, вы что, не понимаете, что такое зацеп? Нет, ну клыки же в зацепе. Вот, почитайте. Вот, ну, меня владельцы обучают, что такое зацеп. То есть я не всегда могла понять. Сейчас это уже понятно. Но, премоляры и маляры. И коренных зубов нет. Все зубы коренные. Только у премоляры. Премоляры они меняются, кроме одного. А маляры не меняются вообще. Просто это пошло из народа. То есть есть паротита, есть свинка, есть коленка, есть коленный сустав, есть коренные зубы, а есть маляры, премоляры, есть молочные, а есть временные. Ну, так же, как собака, да, сука или девочка. То есть в зависимости от того, кто пришел в клинику, надо спросить, у вас девочка, и не дай бог скажешь слово кобель или сука. То есть вот таким образом. То есть ветеринарный врач, помимо общего знания всего, должен еще обладать какими-то психологическими знаниями. Итак, резцы. Однокоренные резцы. В большинстве случаев бывают исключения, бывают и двухкоренные резцы. Их по шесть. Называется центральный, интермедиальный и латеральный. Это очень важно знать для понимания ортодонтического лечения, потому что движение зубов подразумевает знание анатомии. Клыки однокоренные, извиты каудально, что нижние, что верхние клыки. Верхние клыки доходят до второго премоляра на верхней челюсти на макселе и отрагивают первый премоляр на нижней челюсти мандибули. Премоляры на верхней челюсти P1 однокоренной, P2, P3 двухкоренной, P4 трехкоренной. Для лучшего понимания каждый корешок отмечен разным цветом. Для чего это нужно знать? Не обязательно это учить, это можно повесить перед глазами, потому что если к вам пришла собака или кошка, вам необходимо провести удаление зуба. Вы должны сделать в первую очередь рентгеновский снимок, посмотреть, есть ли какая патология, сколько корней, потому что двухкоренной зуб может оказаться трехкоренным. Трехкоренной, двухкоренным. И вы будете искать тот самый третий корень, который отсутствует, или наоборот пропустите лишний, который есть. То есть, соответственно, у большинства животных патологий нет, к сожалению. Поэтому нужно знать, сколько корней удалить у какого зуба. У кошек наверху и внизу по одному маляру. Если у собак их различное количество, здесь три маляра, на верхней челюсти два маляра, то у кошек по одному. Как это можно посчитать? Всегда мы считаем от корнозальных зубов, так называемых хищных зубов, часто вы можете встретить в каких-то учебниках и литературе. Точно так же и у собак. Четвертый премаляр и первый маляр. Считаем 4, 3, 2, 1. Точно так же. Это девятый, четвертый премаляр, третий, второй, первый. Потому что если мы будем считать отсюда, то мы можем сбиться. Какого-то зуба нет, а какой-то сверхкомплектный. И можем таким образом запутаться. Зуб – это орган. Точно так же, как мы изучаем строение различных костей, строение кожи, точно так же необходимо знать строение зуба. Определить возраст у собаки можно по зубам? Как по рентгену? Чем старше животное, тем пульпа тоньше, чем моложе животное, тем пульпа толще. И если совсем молоденький, то апекс открыт и не сформирован. То есть можно определить возраст только по рентгеновскому снимку. Потому что если у йоркширского терьера есть временные клыки, которые не выпали к пятилетнему возрасту, это не значит, что это щенок. То есть таким образом знать. Структура зуба. Коронка, шейка, корень. Это важно для препаровки клинической коронки. То, что мы видим, чтобы заниматься, допустим, с другими коронками, которые изготовятся в лаборатории. Что такое эмаль, что такое цемент, какие материалы предназначены для восстановления именно этих частей зуба. Десна и зубная пульпа. Зубная пульпа – это мякоть. То есть у молодых животных она массивная, толстая, мясистая. У старых животных, у пожилых животных она очень тоненькая. Иногда она может полностью отсутствовать. Альвеола – альвеолярный отросток и, собственно, альвеолярная кость с астеонами. Очень много понятий, очень много различных терминологий. Главное, чтобы не запутаться и по чуть-чуть начинать с самого-самого начала, чтобы идти уже с правильной терминологии для понимания учебников. У нас очень мало учебников, скорее всего, их даже нет, учебников на русском языке, но есть переводные учебники. Я представлю в самом конце несколько учебников, которые вы можете приобрести для чтения, а также очень много литературы. Те, кто владеет английским и немецким языком, проблем не составляет. Очень много информации в интернете, которую вы сможете читать свободно. Переодонт и парадонт. Существует такое заболевание – переодонтит и парадонтит. Это разные заболевания. Они могут быть одновременно или не могут быть одновременно. То есть для лечения необходимо правильно поставить диагноз. Переодонт – это соединительная часть между стенкой зубной альвеолы и цементом корня. Парадонт – это то, что удерживает зуб в лунке, в альвеоле. А парадонт – это альвеолярные отростки, десна, переодонт и цемент. Это все вместе взятые. Когда зубы расшатаны, когда они шатаются и болтаются, то, соответственно, можно говорить о парадонтите. Если шатается, допустим, какой-то один зуб, то нужно уже дифференцировать. Либо это парадонтит, либо это переодонтит, что можно будет увидеть только на рентгеновском снимке. Появление временных и появление постоянных зубов собак. Это средняя схема. Она не может быть вот только так и все. Бывают отклонения. Потому что бывают очень мелкие породы собак, крупные породы собак. Это скорее больше для крупных пород. Хотя в последнее время пошли патологии именно у крупных собак. Но тут уже, как говорится, на совести заводчиков и владельцев. Обратите внимание, что первый премоляр, он не меняется. Он вырастает один раз в возрасте 4-5 месяцев. Вырастает один раз и на всю жизнь. То есть если при осмотре вы видите, что этот зуб уже есть, значит собаке не менее 5 месяцев точно. Стоматологическая карта собаки. Ее необходимо заполнять точно так же, как и обычная история болезни для животного на общем приеме. Как температура, пульс дыхания самые основные. Каждый зуб заполняется зубной камень, гингивит, резоркция, пробинг, фуркация, мобильность. Степень зубного камня, калклюс, как по-английски аббревиатура. Мы определяем визуально, какое количество зубного камня находится на том или ином зубе. Какая степень гингивита, это степень кровоточивости одесны после работы парадонтальным зондом. То есть смотря через какое количество секунд эта кровь останавливается. Резоркция. Крайне редко встречается у собак. Встречается у собак только на, скорее всего, корня. Можно подозревать именно кариозные поражения, а не резоркцию собак. Это чаще поражает кошек. Пробинг. Это парадонтальная проба с помощью парадонтального зонда. Насколько глубоко, насколько миллиметров уходит инструмент под десну. У собак не более 3 мм, у кошек не более 2 мм. Если больше, то это уже патология, ищите совершенно другие моменты. Фуркация. Это зона разделения корней. То есть если мы видим зону разделения корней, то есть не только коронку, но и сами корни, такие зубы нельзя сохранять. Их невозможно сохранить. Можно провести какую-то корректирующую процедуру, использовать остеокластические материалы. Но, как правило, по собственному опыту процент очень низкий удачи. Если вдруг на третьем премоляре точно такая же картина, то как бы ни чистили ни щеткой и так далее, зубы просто в дальнейшем дадут другую, более серьезную патологию. С одной стороны, это хорошо для клиники, что владелец придет еще раз на очистку зуба, но с другой стороны, необходимо сразу убрать этот зуб. То есть действуем в интересах пациента со стороны врача, но иногда необходимо, конечно, вносить какие-то коррективы, особенно если владелец с вами не согласен. И они это аргументируют, и порой с ними бывает очень сложно. У кошек первый премоляр отсутствует, его нет. Вообще. На нижней челюсти у кошек отсутствуют два премоляра, первый и второй. Там пустое место. Это тоже норма. Точно так же стоматологическая карта для кошки. Также заполняется каждый зуб отдельно. И после заполнения стоматологической карты мы можем поставить определенный диагноз, провести лечение, не видя животное. То есть видим стоматологическую карту, и тут же мы можем написать, какой зуб идет под удаление. Даже если зуб полностью белый, и на первый взгляд он абсолютно здоров. Что относится к стоматологическому оборудованию? Здесь представлен один из стоматологических кабинетов, где проводится только лечение животных зубными проблемами. Стол, который содержит определенные дырочки или отверстия для того, чтобы вся жидкость, которая образуется после работы ультразвукового скейлера, стекала не на животное и под него, а стекала сразу вниз канализацию. Это не означает, что животное будет полностью сухим. Ни одно животное после скейлинга не выходит сухим. Здесь представлен стоматологический излучатель, не рентген, а излучатель рентгеновских снимков. Потому что к нему можно отнести арман, оранж, любую другую систему. И вот такой стоматологический. Чем он удобен? Тем, что мы можем его повернуть так, как необходимо, и сделать рентген непосредственно того зуба, который нам нужен. Но мы можем сделать рентген и арманом, и оранжем, любого зуба, какой мы хотим. Об этом будет чуть позже. Стоматологического оборудования очень-очень много. Не бывает стоматологического ветеринарного, не бывает стоматологического медицинского. То есть бывает стоматологический инструмент. Мы не можем сказать, что это ветеринарный, он самый хороший и, соответственно, самый дорогой. Нет. Инструменты вы можете купить, приобрести и в медицинских магазинах. Но необходимо знать определенные нюансы, размеры этих инструментов. То, что вам подойдет для работы, для собак, для кошек. Здесь представлены неправильные инструменты. Эти инструменты мы подарили, ну, не подарили, а продали за 3 рубля, чтобы они прижились. Вроде как, просто так не отдашь. С самовывозом в этот же день. То есть было такое условие. Эти инструменты не подходят для работы с собаками и кошками. Почему? Не стесняйтесь. Инструменты очень широкие, очень большие. И если загрязать этот инструмент под десну, между зубом, мы сломаем челюсть. Это тоже хорошая операция. Вот. Но чтобы этого не было, необходимо выбрать инструмент. Достаточно всего лишь 4 элеватора и люксатора вообще для работы. Например, экстракционные щипцы. Это медицинские. Они очень массивные. Они очень тяжелые. Да вы сойдете с ума, пока будете держать этот инструментарий. Вы должны как рисовать. Вот сидите и рисуете. Вам должно нравиться это. Вы не должны уставать и потеть от этого. Поэтому инструмент должен быть очень приятный к руке. Он должен быть легкий, должен быть с маленькой рабочей частью. Он должен быть еще красивый. Одна из томатологических машин, которую можно перевозить из кабинета в кабинет. Конечно, ее будет проблематично перевезти из клиники в клинику, потому что она достаточно большая. Машина содержит ультразвуковой скейлер, полимеризационную лампу для работы с пломбами, два наконечника для высокой и низкой скорости, пистолет вода-воздух, его также называют тройной пистолет, и слюна-отсос. Также здесь находится очень много различных ящиков, которые закрываются на ключ. Там вы можете хранить свой инструмент, материалы и так далее. Никому доступа к нему не будет. Данная машина содержит компрессор внутри, соответственно, не нужно дополнительно приобретать компрессор для работы с данной машиной. Она достаточно симпатичная. Вы можете посмотреть в любых интернет-магазинах и выбрать уже по своему вкусу, что вам подойдет по размеру, по месту и так далее. Еще одна машина. Она сделана в виде чемодана. Ее можно перевозить с места на место. Мы эту машину используем при выезде в зоопарк или в цирк, или куда-то на выезд. На дому, конечно, операции не проводятся, потому что если мы выезжаем с такой машиной, то едет газель, соответственно, там очень много оборудования. А выехать почистить зубы собаки с газелью, это будет неправильно. Поэтому проще привезти собаку в клинику. То есть эта машина, также не нужно к ней приобретать дополнительно компрессор, потому что он уже встроенный. Вы включаете его в розетку и работаете. Это очень удобно. Стоматологические наконечники. Они бывают высокоскоростные, но у них действительно разная скорость. Бывают высокоскоростные, плохо работающие, которые ничего не пилят, действительно. А бывают очень высокая скорость. Это также регулируется на стоматологической машине, и можно посмотреть информацию на самом наконечнике. А также бывают низкоскоростные наконечники. Это прямой, это угловой. С помощью этих наконечников можно проводить коррекцию зубов у грызунов, различную оперировку и при работе челюстно-лицевой хирургии. Иногда наши хирурги-ортобеды используют стоматологическую машину, для своих манипуляций, а также ультразвуковой скейлер при работе с суставами. У них, конечно, свои стерильные наконечники, но ультразвуковой скейлер не только для снятия зубных отложений, а также при работе с суставами. Вот они, красивые инструменты. Должны приходить на работу как на праздник. Девочки и мальчики выбирают себе различные цвета, которые нравятся. Это силиконовая ручка, ее очень легко держать в руках, удобно. Она приобретает температуру тела ваших рук, ее можно стерилизовать. Ручка эта не скользит в руке, инструмент очень-очень легкий. Как вы думаете, для чего предназначен зеленый инструмент? На скальпель похоже. Наверное, 11-й. Для Диснея. Что-что? Это люксатор для резцов у кроликов. Они специально сделаны в форме резцов, причем разных резцов. Нижних, верхних, для шиншилл, для морских свинок, для кроликов отдельно люксаторы. Эти люксаторы разработаны доктором Кроусли и введены в общемировое пользование. Различные ножницы и иглодержатели. Иглодержатель, конечно, каждый выбирает самостоятельно, что ему нравится, как ему удобно работать, потому что кто-то любит, кому-то нравится этот, кому-то нравится этот. Но ручка должна быть очень маленькой, потому что при работе в ротовой полости она должна туда помещаться. И в самую дальнюю часть ротовой полости обязательно. Особенно если вы шьете что-то во рту у кролика, а такое случается очень часто, то нужно туда как-то влезть. Один сантиметр диаметр рта, микроскоп на глазах и, соответственно, вперед. Кролики не только в сметане вкусные, они полезны еще на столе при лечении, заставляют удовольствие. Вот это что такое за инструмент? Я даже не спрашиваю, вот это ножницы, понятно, вот это. Нет, это экстракционные щипцы для премоляров у кроликов. Они специально загнуты, потому что когда мы проникаем в рот, зубы находятся либо так, либо так. Мы не можем сбоку, мы, конечно, можем разрезать, удалить зуб, потом все зашить, но это не так. Очень маленькие инструменты, очень легкие. То есть первое, расшатываем зуб и только после этого мы уже его извлекаем, потому что мы его не можем захватить пальцем. Все зубы у собак и кошек удаляются пальцем после правильной работы люксатором и элеватором. Это отдельная тема. Те же самые инструменты, близкие к тому, что мы сейчас обсуждали, только совершенно другой ручкой. Они еще легче тех инструментов, которые имеют силиконовую ручку. Эти инструменты называются ручной скейлер, ручной скалер, правильный скейлер. Это инструмент, который снимает зубные отложения в области корня зуба. Мы не всегда можем использовать ультразвуковой скейлер, даже используя определенную насадку при работе под десной. Я боюсь вас запутать, потому что мы потом на скейлер перейдем с насадками. Это только начало, что это такое. Мы даже не подходили к какой-то узкой части. Это относится к сложной парадонтологии, то есть парадонтологическое лечение, которое дает возможность сохранения зуба, его неудаления. К слову, о правильности и неправильности к тракциону щипцов. Неправильные щипцы. У него не сходящиеся ушки. И мы не можем этими щипцами захватить маленький зуб. Они просто проскочат. Соответственно, используются те щипцы, которые со сходящимися ушками. Набор для грызунов. Это минимальный набор. Грызуны, кролики, шаншилы имеют очень много стоматологических проблем. У меня каждую неделю есть такие пациенты. И сейчас на лечении находятся очень интересные. С переломом челюсти кролик. Ему удалили зубы, но зубы не удалили. Зуб остался там, но челюсть съехала. И когда сделали рентгеновские снимки, получился, что это перелом челюсти. Кролик каким-то образом ест. Но так как он хочет жить, мы его лечим. Провели сейчас стабилизацию челюстей. Сделали остеосинтез. И пока наблюдаем. Он уже жует сено. Поэтому, чтобы перейти к таким процедурам, да, действительно, есть владельцы, которые будут лечить кроликов и хомяков. У меня был хомяк мания, которому мы удаляли зуб. У него флюс, абсцесс. Здесь, конечно, мани нет. Но мания прогремела в открытом доступе очень так хорошо. Эндодонтия или эндодонтия, как хотите. И восстановление коронки. Сюда относятся стоматологические файлы различной длины. Провести эндодонтическое лечение не каждому по силам, потому что отсутствует оборудование. Имея файлы, имея знания, можно это сделать абсолютно любому. Существуют даже специальные практические занятия, рассчитанные на целый день только по эндодонтическому лечению собак и кошек. Есть маленькие файлы, так называемые человеческие, для работы с зубами человека. Есть файлы большие, для работы с клыками у собак. Есть файлы, которые предназначены для работы с зубами крупных экзотических животных, длина зуба которых от 10 сантиметров и больше. Самый маленький зуб, который был у меня в работе, составлял 2 мм. Та же самая хомяк Мани. И самый большой зуб мы не смогли измерить, потому что это был слон. Но там совершенно другое оборудование. Вместо панатологической машины специальная дрель, лестница и так далее. Соответственно, та пломба, которая представлена, чтобы запломбировать собачке зуб, она не подойдет какому-то крупному животному. Но эндодонтия это одно из направлений для того, чтобы сохранить зуб. Удалить зуб всегда можно. Но существуют такие моменты, когда действительно эндодонтия не помогает. Поэтому сразу необходимо говорить, что зуб нужно удалить. Иначе будут дополнительные проблемы. Ортопедия и ортодонтия. Ортопедия в хирургии своя, в стоматологии, которая является частью хирургии, своя. То есть у зубников своя ортопедия. Так можно сказать. Это специальные штифты и пины, которые предназначены для восстановления коронки и для того, чтобы правильно держалась пломба. Более лучше держалась пломба. И ортодонтия, именно специальные инструменты, эластики, которые позволяют проводить ортодонтическое лечение, движение зубов. К ним можно отнести различные кнопки, которые клеятся на сами зубы с помощью композита. Различные крючки, которые будут вытягивать эти зубы. К сожалению, не каждому животному можно провести ортодонтическое лечение. Потому что не существует таких маленьких кнопок и аппаратов, которые мы можем разместить на самые маленькие зубы. К ним относятся чихуахуа, тойтерьеры, некоторые йоркширские терьеры. Тем собакам больше подходят, конечно, различные ортодонтические аппараты. И то не всем возможно это сделать. Соответственно, для проведения ортодонтического лечения нам необходимо знать в первую очередь фанатомию, физиологию зуба, челюстной системы, психологию владельцев. Это очень длительное мероприятие и неблагодарное. Что касается ортодонтия, я делаю ортодонтию клыков. Если клыки торчат в разные стороны и мешают жизнедеятельности. Особенно клыки, узко посаженные на нижней челюсти, которые травмируют небо. Если это проблема с резцами нижней или верхней челюсти, то я стараюсь перенаправлять, потому что гарантия, что оно встанет на место, нет. Нет, вернее, оно встанет, но оно вернет все вновь. То есть вот такие пирожки. К эстетической стоматологии относятся восстановление зубов различными пломбами. Пломб очень много, их разные фирмы, разные назначения. Бывают жидкие, бывают твердые пломбы, их очень-очень много. Можно также подобрать по цвету, в зависимости от того, чем вы будете пломбировать сам зуб. Хирургия и парадонтология. Это, пожалуй, основная работа врача амбулаторного приема. То есть если эндодонтия – это уже узкая специализация, ортодонтия – узкая специализация, не каждый может это делать, то хирургия и парадонтологию должен делать любой врач в ветеринарной клинике. Для этого необходим ультразвуковый скейлер, ручные скейлеры и знание техники санации ротовой полости. Здесь представлены инструменты для максила и мандиблоэктомии. Она достаточно часто проводится при новообразованиях в области челюстей. Инструменты имеют очень удобно и очень быстро удалить часть челюстей. Шовный материал используется монофиламент, саморассасывающийся шовный материал. Здесь представлен монокрил и ПГА. Если выбирать между двумя, то, конечно, монокрил лучше всего, потому что он как леска, на нем очень мало задерживается корма, он очень редко воспаляется, дает воспаление. ПГА больше похожа на нитку. Но если сравнить с новой категорией, то в 4 раза ПГА дешевле. ПГА не дает ни у кого никаких проблем. То есть его можно использовать всем. Используется пятерка для кошек, четверка для собак. Три, в крайнем случае, для очень крупных собак. Более толстый шовный материал использовать не рекомендуется. И также предназначено... Вот что это значит? Какое сечение? Режущая. Режущая игла. Вы можете использовать любую иглу, но рекомендуется использовать режущую иглу, потому что колющая игла, она 2 раза вколет и все. Потом вы скажете, десна жесткая, ничего не шьется, нитка плохая и так далее. Режущая игла, она острая на протяжении всего периода. Хирургия и ортодонтия. Данный пистолет используется при ортодонтическом лечении, также при внешних фиксациях и ортопедами, и хирургами. Кстати, этим материалом можно что-нибудь приклеить дома. Очень хорошо клеится и долго держится. Шинирование используется не так часто, как о нем рассказывается, потому что не все можно провести шинирование. Это стабилизация зубов для отсутствия дальнейшего расшатывания зубов, верхней челюсти, нижней челюсти. Как правило, шинирование мы используем при фрактурах челюстей, при переломах, фрактурах зубов. И крайне редко используем в парадонтологии. Если запущенный парадонтит, то эти зубы нужно удалить, иначе зубы выпадут вместе с шиной. Чтобы вот так не принесли все шести, они склеены. То есть необходимо, конечно, рентгеновское исследование, чтобы знать, можно проводить шинирование или нет. Имплантология. Имплантология – это сложная стоматология. Необходим специальный имплантологический набор. Если вы вдруг будете заниматься имплантологией, то необходимо проанализировать рынок, какие импланты существуют в настоящий момент в продаже, какой инструментарий купить, потому что под каждой фирмой импланты существует свой инструментарий. Для постановки импланта необходимо год. За один приход сделать это невозможно. Просто так вкрутить отрезанный болт или шуруп – это может каждый. Но что он даст через полгода, это никто не проверял. В настоящей имплантологии она делается в несколько этапов, и все должно быть очень и очень стерильно. Просто представить, что это работа с костями, работа с суставами, где должна быть полная септика. Ну, если вы не добились полной септики, назначите антибиотики. Они убьют все. Ортодонтия и ортопедия – стоматологические ложки. Этими ложками очень удобно снимать слепки зубов. Медицинские ложки не подходят собакам и кошкам, потому что у человека рот большой, массивный, а у кошки или у маленькой собаки абсолютно никак не подходит. Точно так же, как и длинная ложка не подойдет человеку. То есть она не сможет снять какие-то слепки. Можно использовать различные заменители. Кто-то использует части от пластиковой бутылки для того, чтобы придать нужную форму, кто-то просто пальцами. Соответственно, в любом случае будет какая-то погрешность. И зубные техники всегда будут кричать и ругаться, что сделан с ним слепок неправильно, ничего не умеешь и так далее. Пригласите техника к себе, чтобы он сам снял слепки с зубов. После одного-двух раз он кричать не будет. Потому что у человека зубы прямые, и можно сделать слепок очень легко. А у животных они изогнутые в разные стороны. Сравнить только клык и четвертый прималер. Соответственно, невозможно снять идеальные слепки со всей ротовой полости. Даже если слепки получатся, то масса, модель, как забыла слово модель, гипсовая модель, она все равно сломается. Дентальная рентгеновская пленка, датчик, матрица. У вас в клинике есть рентгеновский аппарат, рентгеновский излучатель, любой. Его можно повернуть под разными углами, верно? Его можно поднять и опустить на различную высоту. Эти аппараты можно использовать в стоматологии. Вы можете использовать стоматологическую пленку, которая имеет следующие размеры. Это пленка в свободной продаже, она относится к медицинской, ее используют медики. Пленка бывает самопроявляющаяся, и пленка бывает, картинка появляется с помощью реактива, проявления именно. Удобнее всего самопроявляющаяся пленка, потому что вам для этого нужно меньшее оборудование, чтобы сократить расходы и место в вашем кабинете. Существует детектор прямого преобразования. Это сенсоры, это датчики, которые бывают проводные, бывают беспроводные, которые передаются с помощью Wi-Fi на компьютер. Таким образом получается рентгеновский снимок зуба в хорошем качестве. Вы можете его подредактировать, потому что это электронный вариант. И бывают детекторы непрямого преобразования. Это специальные матрицы, пластинки, которые точно так же помещаются в ротовую полость. Они очень мягкие, они тонкие, многоразовые. Вы их пропускаете через оцифровщики, и выходит очень красивая, замечательная картинка. В зависимости от размера пленки, матрицы и датчика, у вас поместятся различные зубы. Сама картинка будет с различными зубами. Например, вот эти зубы получились с помощью матрицы номер 2. Эта матрица соответствует датчику, сенсору стандартному, или пленке номер 4. То есть у вас у всех есть в клинике излучатель рентгеновских снимков, вы можете приобрести самопроявляющуюся стоматологическую пленку и работайте. Нет такого понятия стоматологический рентген, дентальный рентген и так далее. Нет. Просто есть моменты, когда кто-то путает и так далее. Такого понятия нет. Если есть какой-то у вас оцифровщик рентгенских снимков в клинике, определенный для того, чтобы не приобретать дополнительные какие-то расходы, материалы, нужно уточнить, есть ли у этой фирмы стоматологические оборудования для стоматологии, которые могут подойти именно для оцифровщика, который находится в вашей клинике. Что касается датчика. Датчик может не поместиться в ротовую пост у всех животных, потому что он очень толстый, им очень неудобно работать. По крайней мере у кошек, особенно на нижней челюсти, потому что места недостаточно. Датчиком невозможно работать у грызунов абсолютно, если только делать вне ротовые снимки. Если вдруг кролик у вас проснется, этот датчик грызанет, то все. Даже те, кто приходят на рентгеновское исследование и просят это сделать без наркоза, я им прошу внести в кассу стоимость датчика, и мы делаем без наркоза. Если датчик остается целый, то сумма им возвращается. Они предпочитают сделать небольшую седацию и не вносить деньги в кассовый аппарат. Соответственно, и при седации мы можем сделать снимки правильного качества, и мы сами сможем определить какую-то патологию. В самом начале лекции я показывала, на стене был такой излучатель, такая длинная нога или рука. Говорили об оранже, также об армании излучателя. Есть вот такой мобильный излучатель, который помещается в одной руке, его можно держать рукой. То есть я могу держать датчик одной и тут же фотографировать. Он тяжелый, целый килограмм весит, но держать его одной рукой возможно. Он мобильный, его можно перевозить в разные места, занимает очень мало времени. Данным излучателем можно делать не только снимки зубов, а также снимки конечности брюшной полости крупных собак. Мы тренировались, и у человека пробивает и таз, и брюшную полость, и абсолютно все. Это те самых четыре люксатора, которые необходимы для работы. Больше ничего не нужно. Ну и соответственно, это ваши индивидуальные инструменты, которыми работаете только вы. Потому что у любого оборудования, у любого инструмента должен быть свой хозяин. Если у инструмента 4-5, то они очень быстро ломаются. А если это ваши личные инструменты, которые вы сами приобрели, они вам будут служить всю жизнь. Потому что за ними нужно ухаживать, их нужно точить ежедневно после каждого рабочего дня. Особенно если идет от 3 до 5 процедур. Чтобы они оставались всегда острыми, и чтобы рабочей частью можно было порезать бумагу. Этот инструмент предназначен для разрезания периодонтальной связки. После чего можно зуб очень хорошо извлечь из лунки пальцами. Самый маленький инструмент это 2 мм. Соответственно, для маленьких животных он абсолютно подходит. Так называемый необходимый минимум для работы, для комфорта. Каждый инструмент имеет свое название и предназначен для определенных действий. Переостальные элеваторы для того, чтобы поднять десну до слизистодесневого соединения. Теперь понятно, для чего мы в самом начале говорили об анатомических понятиях, терминологии. Бывает так, что врач мне может позвонить посреди его рабочего дня. У него сейчас лежит на столе пациент. Что делать? Я не могу объяснить, вот ты возьми это, вот эту штучку туда отодвини, вот так вот сделай. Я такой-то инструмент, делаем так-то, на столько сантиметров, до слизистодесневого, лоскут на ножке, все понятно. Все уже все сделали. То есть для того, чтобы была хорошая коммуникация, необходима правильная терминология, чтобы все могли друг друга понимать. Таким образом, зная терминологию, вы сможете пообщаться с любым иностранцем, который занимается узкой специализацией. Ультразвуковой скейлер – очень важный инструмент ветеринарной клиники. Каждая ветеринарная клиника имеет ультразвуковой скейлер. Не каждая клиника имеет рентген, но скейлер есть у всех, согласны? Кто читал инструкцию к своему скейлеру? Один, два, три, четыре. Четыре человека из всей аудитории читали инструкцию к ультразвуковому скейлеру. Сколько насадок на ультразвуковой скейлер у вас есть? Пять, четыре, семь. У кого одна? Универсальная. Есть ночной крем, есть дневной, есть универсальные, также насадки. Каждый скейлер оборудован определенным набором насадок. Они стандартные для работы с парадонтом, с периодонтом и скейлинг – снятие зубных отложений, мягких, твердых, огромных. Как определить, что это за насадка? На каждой насадке есть номер. Если вы присмотритесь, то вы выберете правильную насадку и сможете провести правильное лечение и чистку. Если вдруг вы взяли насадку с буковки П, то вы не сможете снять зубные отложения на коронке. Вы скажете, плохой скейлер, вообще, что это купили, Китай какой-то, надо вот этот скейлер. Китай – это неплохо. Китай делают хорошие вещи. Если вы выберете не буковку П на насадке, а, например, буковку G или Т, у вас камень просто отлетать будет. То есть есть зимняя резина, а есть летняя резина. И на скейлер есть насадки для различной, как говорится, направленности. Насадки G, они могут иметь буковку Т. Но есть нюансы. В инструкции любого скейлера есть информация по поводу насада, которую вы используете. Если у вас нет инструкции, найдите в интернете, она есть в свободном доступе к любому из аппаратов. Если поставить скейлер, например, на цифру К2, а еще использовать насадку П для снятия крупного зубного отложения, вы вообще не будете заниматься томатологией. И пойдете туда, где можно сделать что-то очень быстрее и качественнее. Нужно выбрать режим скейлинга для снятия зубных отложений. То есть будет более высокая волна, правильную насадку, и тогда работа пойдет хорошо. Когда необходимо провести санацию ротополости для парадонтологического лечения, для сохранения зубочелюстной системы, мы используем уже совершенно другие насадки, которые можно использовать под десной, которые не испортят, не сожгут десну, которые не нарушат оставшуюся кость. Но здесь есть нюанс. Тогда скейлер должен подавать стерильную воду. Стерильная вода бывает только в бутылках, в закрытых. Рингер, натрий, хлор, да, там, ну, все, что угодно. Даже, ну, все, что угодно, все, что закрыто, это стерильно. Но мы не можем использовать данные растворы в ультразвуковой скейлер, потому что он быстро сломается, там очень много соли. Поэтому мы должны использовать дистиллированную воду, лечение местное, орошение хлоргексидином постоянное, ну и назначение, конечно, антибиотиков. Это расположение животного на столе. Нужно знать, как правильно расположить животное на столе для снятия зубных отложений и лечения, а также, как должен сидеть и вообще, как должен находиться врач перед пациентом. Это полностью подготовленный пациент. У него датчик пульсоксиметра на припуции. Это единственное место у кобелей, которое хорошо ловит сердце. Потому что на язык поставить крайне сложно, он постоянно болтается, то есть работа идет в ротовой полосе. Соответственно, пульсоксиметр на язык не поставишь. Можно стоя работать, можно работать силе. Как вам удобно. Если идет большой поток, большой поток можно сделать не более 4-5 операций в день. 3 операции это самое оптимальное, 2 еще лучше, потому что один пациент, как правило, около 2,5-3 часов. Это неправильная позиция. Это я, но в разное время. Здесь можно заметить по объему. Картинки. Здесь без мамы с папой живы, здесь мамы с папой кормят. Спина согнута. Нельзя сгибаться, потому что может быть туннельный синдром, который прочувствован на мне. У меня не работают два пальца. Вообще не рабочие. То есть если их сейчас проколоть иголкой, я их чувствовать не буду. Соответственно, это шея, это локтевой нерв, это позвоночник. Досиделось. Доработалось. Теперь сижу ровно. Специальный бандаж на спине. Так что правильное положение пациента и правильное положение врача – это очень важно. Еще раз напомню, что стоматология связана с хирургией, анестезиологией, рентгеном, травматологией, иммунологией, вирсологией, внутренней заболезни, неонатологией, акушерствой, гинекологией. Если так можно выразиться. Диагностика. Предварительный диагноз ставится после осмотра животного. То есть это консультация. Просто осмотр без седации. Смотрим на голову, на нос, на губы, на шерсть, абсолютно на все. Если кошка грязная, загляните в рот, потому что кошка ухаживает за собой. Если кошка чистая, но у нее грязный анус, загляните в рот, потому что кошка вылизывает свой анус. То есть она не может вылизать его, то есть вычиститься. Соответственно, есть проблемы во рту. Любой осмотр должен начинаться с осмотра того полости. В школе есть важный предмет, физическая культура. Его многие не любят, но это самый важный предмет в школе. Стоматология – это самое важное направление в ветеринарии. Это входящие ворота в организм. Но стоматологи без других специализаций справиться просто не могут. Тесная связь с дерматологией, анестезиологией, хирургией и так далее. Предварительный диагноз после первичного осмотра. Рабочий диагноз после возможного заполнения стоматологической карты. Рабочий окончательный диагноз уже после осмотра животного под общей анестезией. Соответственно, в дальнейшем мы уже проводим лечение. Делаются обязательно тесты крови, не для того, чтобы знать, как лечить ротовую полость, а какие препараты использовать для дальнейшего лечения, какие препараты использовать для общей анестезии. Вообще, чего ожидать? Потому что иногда системное заболевание может проявляться в ротовой полости. То есть если мы наведем порядок во рту, это не значит, что оно потом не вернется. Постановка диагноза, конечно, после заполнения основной массы граф. Есть определенные стандарты для определения всех патологий. Стоматологическая карта обязательно. Это ваша защита, это ваш документ. И отметка, какое лечение было проведено, что было обнаружено, клинические исследования. Это больше, конечно, для владельца и краткой информации, чтобы не читать очень большие записи в карте. Первичный клинический осмотр дает очень многие ответы на вопросы. Это две собаки. Что у них не так? Сейчас мы к ней вернемся. Давайте с этой начнем. Вскрывшийся дентогенный абсцесс. Свищ. Почему? Какого корня зуба? Глаз, отверстие здесь, первый премоляр. Нет, четвертый, третий, второй, первый. Может быть, около четвертого, может быть, около первого, может быть, около третьего. Это может быть любое народное тело. Это может быть расщелина неба травматическая. Это может быть все что угодно. Мы можем просто сказать, что это дырка. Есть отверстие. Владелец данной собаки от диагностики отказывается. На вопрос, почему, он сказал, потому. Поэтому мы не стали ничего пройдить. Эта собака ходит в клинику с 2009 года мыть дырочку. Они приходят и говорят, мы помыть дырочку. Ну, ассистент помыл дырочку, и они пошли дальше. Просто снаружи. У этой собаки. Прикус. Мы не видим зубы, мы не можем сказать, что у нее прикус. Это нижняя челюсть. А почему нижняя челюсть? Может, это верхняя длинная? Язык висит. А что с языком? То есть это может быть макрогнотия, большой длинный язык. Это может быть короткая нижняя челюсть. Это может быть длинная верхняя челюсть. Это может быть просто чихуахуа. То есть это тоже диагноз первичный, дальше после осмотра. Мы не знаем, что здесь, пока мы не откроем рот и не посмотрим в ротовую полость. То есть это первичный осмотр. Здесь картинка не растянулась, но задержка временных зубов. Возраст собаки? Не надо там плюс-минус два месяца. До года. Вот самый хороший ответ. До года. Мы не смотрим на задержку временных вот этих зубов. Они не нужны у многих собак. Мы смотрим на прорезывание первого маляра. Он вот захотел, но никак. Первого прималяра нет. Вот он 4, 3, 2. Где-то первый. А это первый маляр лезет. Как раз он будет на уровне четвертого прималяра. То есть, соответственно, определение возраста. Это первичный осмотр без седации. То есть длинная, короткая, нижняя, верхняя челюсть, длинный и большой язык. Какой возраст, какой зуб вышел. Здесь. А можно свет немножко выключить? Тут важен свет, а то они у меня тут все неживые, кажется. Они живые, правда. Какое это место? Вернее, кто это? Собака, кошка? Какая челюсть? Это верхняя челюсть, правая сторона рядом с глоткой. Фрактура первого маляра. Части корня. То есть, без открытия рта мы бы не смогли определить, что там что-то сломано. У данной собаки тоже есть патология. Четвертый прималяр. Третий. Второй. Первый. Трещина раз. Абсцесс есть, верно. Налет, да, без налета никуда. Если под микроскопом посмотреть, очень красивый налет, они разные и пахнут по-разному. По запаху можно поставить разный диагноз. Да. Саша. Что видим? Значит, это часть абсцесса. То есть, если посмотреть на собаку, то мы можем увидеть флюс под глазом, шишку под глазом. Если под глазом шишка уже надулась, то, соответственно, там уже очень сильное воспаление. И в первую очередь мы можем увидеть воспаление именно над кожей зуба. То есть сначала оно находится здесь. Если собака с шишкой, соответственно, около больного зуба будет воспаление. Вы можете открыть рот и посмотреть, какой зуб воспален. Но не всегда. Поэтому нужен рентген. Хорошо, дальше определили с этим. Четыре, три, два. Что со вторым? Сломан. Хорошо. Верно, сломан. А это? Двойная коронка или трещина. Или лишний зуб. Определить можно только по рентгену. После того, как все просмотрели, снимаем зубные отложения, проводим чистку под десной, полировку, и дальше уже мы можем приступать к лечению. Мы, конечно, можем провести полировку уже после лечения, особенно если объем большой, мы укладываемся в 2-3 часа. Потому что общая анестезия более 5 часов нежелательно. Я могу делать длительную анестезию, потому что хорошие препараты, они позволяют хорошо работать. Мы работаем кетамином, диазепамом, фентанилом, изофлюраном. Поэтому есть хорошая возможность. Это пустая карта, это заполненная карта. То есть по самой карте мы можем определить, какой зуб больной, что необходимо удалить и вообще, где находится воспаление. Видя только карту, уже нарисовать, и ассистент вам может сказать, вот этот зуб удалить, чтобы вы уже не смотрели и лишний раз не участвовали в данной ситуации. Рентген очень важен, очень важен в стоматологии. Это парадонтальный зонт, помещенный под десну. Он не под десной, он находится в носовой полости. То есть там жуткий парадонтит, и мы можем подозревать оронозальную фистулу. Рентгеновский снимок подтверждает, что зонт находится в носовой полости. Дентальная радиография полезна на любом этапе. На этапе диагностики, на этапе первичной диагностики, последующего контроля через 6-8 месяцев, через год, особенно если это была сложная хирургия. Поэтому рентгену нужен всегда. Некие черные точки на зубах. Что это такое? Сразу можно заподозрить, что это патологический прикус. То есть неправильная окклюзия, патологическая окклюзия. Верхние зубы трутся о нижней, или наоборот, нижняя верхняя. Либо собака что-то грызет, носит палки, играет с мячиком, ну все что угодно. Черные точки это окрашенный дентин. То есть эмали нет, эмали очень жестко, это как алмаз. Если нет эмали, то дентин будет растворяться периодически. Даже если зуб ничем не прикрывать, зуб просто по чуть-чуть будет короче, короче, короче или сломается. Это тоже интересно. Владелец захотел просто эстетику. Ему нужна была, он сказал, что собака улыбается некрасиво. Ну хотите красиво, давайте красиво. Потому что там были другие патологии санации рта, ну плюс сделали красоту. При этом была работа и с верхними резцами, и с нижними резцами. Для того, чтобы не получилось дальше вот такого состояния. Для чего рентген? Тот же самый четвертый премоляр, третий премоляр, тоже третий премоляр имеет два корня по правилам. Но он почему-то имеет три корня. Если у вас нет рентгена, вы можете определить, сколько корней у зубов. Прямой и узкий зуб, два корня. Прямой, но не узкий зуб, три корня. Очень часто такие патологии бывают симметричными. Тоже, как у кошек резорбция. А здесь двойной лишний, ну лишний зуб, сверхкомплектный зуб. Первый премоляр, первый. А так бы мы считали, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Пятый премоляр у собаки лишний. Нет, 4, 3, 2, 1, 1. То есть, почему важно считать именно с конца. Это собачка с переломом челюсти, фрактура мандибулы. Собака должна была прийти на лечение продонтологическое, но там что-то не получалось. В общем, тянули они в течение года. И тут собака прыгает из машины и ударяется мордой об асфальт. И челюсть сломалась. Там уже никаких причин не было, они уже ничего не боялись. Нужно было делать. Видите лохматые корни? Лохматые корни нет такого выражения в литературе. Для понимания, что они такие неровные. Это зубной камень, воспаление корня, зубной камень, который находится внутри, в кости. Соответственно, хроническое воспаление приводит к резорбции, растворению кости и дальнейший патологический перелом. Если бы эта собака бегала по кругу, после сушки ударилась бы мордой об дверь дома, было бы то же самое. Есть собаки, которые расчесываться не хотели, вот такой патологии. В общем, очень много. Прям целый список, от чего произошла патология. И патология патологии. Итак, исследования на окклюзию или прикус. Прикус и окклюзия – это разные вещи. Это нужно учитывать при ортодонтическом лечении. Зубной налет, зубной камень, гингивит, периодонтальная проба, резорбция, фуркация и мобильность. У нас время сейчас перерыва, 17.15, наверное, да? Вот, мы сделаем небольшой перерывчик, потом приступим к патологиям, проскочим очень быстро, потому что мы не успеем в дальнейшем. Хорошо?